МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «День города» и я, ее ведущая, Олеся Котровская. Главная тема сегодня. Массовое ДТП на трассе М5 пострадали два человека. Охотники на глухарей, следователи в Касимове, довели до суда преступления 15-летней давности. Рязань ВДВ не закроют, футбольному клубу сохраняют финансирование. Археологические находки. При реконструкции Астраханского моста обнаружили элементы фонтана и 50-х годов. В среду 2 декабря на трассе М5 в Рязани произошло массовое ДТП с фурами. Около 6 часов 20 минут на участке трассы М5 56-летний рязанец на Ладе Ларгус врезался в восстановившуюся из-за поломки фуру Ивека. После удара Лада столкнулась с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем Скания. Водитель и пассажирка Ларгуса получили травмы. Женщину доставили в больницу. Следователи отдела по расследованию преступлений прошлых лет раскрыли резонансное убийство в Касимове 15-летней давности. Тогда у собственного дома была найдена убитая 18-летняя девушка. Кропотливо восстанавливая практически по минуту на картину преступления, следователи нашли свежие доказательства причастности одного из местных жителей. Все подробности у Максима Васильева. Вот можешь продемонстрировать, допустим, нож, как ты достал? И как помнишь? Ну, примерно, макетно. Был раскладной? Да. Я раскладывался, нажил. Избирательность памяти этого человека сегодня, спустя 15 лет, у следователей вызывает ироничную улыбку. Ну, конечно, каким был нож, ты помнишь точности, как избавлялся от него тоже, а из-за чего возник конфликт с девушкой – нет. Да и число ударов память по-дружески скрывает. Примерно 5. На самом деле нет. По официальной версии следствия, в девушку вонзали лезвие не менее 75 раз, а затем чем-то добивали. Именно эти факты заставили следствие по-другому взглянуть на это убийство. Статья стала тяжелее. Ему обменялось помимо ножа, которым были причины колоты, резные колоты, ранения, также и деревянный лопат, которым причинал ушебленный ран, потерпевший. Все это в совокупности было оценено, да, с точки зрения уголовно-процессуального закона. И следствие посчитало, что доказательство достаточно собрано для того, чтобы инкриминировать лицу, совершившего это деяние. Часть 2, статья 105, с коллекцирующим приступом особой жестокости. Рязанскому отделу по расследованию преступлений прошлых лет всего полтора года. Но успехи в охоте на глухарей вполне ощутимые. Ворошить старые дела как раз про них. И в этом деле они решили пойти с самого начала. Десятки новых опросов и командировок в Касимов вывели следователей на мотив убийства. Отказ в интимной близости. Дальше со свидетелями работали методом исключения. На тот момент они почему не говорили там, да, то есть, потому что они были молодые. Потому что они стояли в дружеских отношениях. То есть у них вот это вот ложное понятие дружбы, да, ложное понятие защиты. Сейчас уже люди уже, ну, в среднем возрасте уже, как бы, у них семь есть у кого-то. Люди уже выросли, как бы, они понимают, что все-таки надо как-то изобличать лиц, которые, ну, причастны к совершению преступления. И, конечно, ребята, вот, я говорю, мои коллеги из Касимовского бюджетного следственного отдела кропотливо работу провели, да, по установлению вот этих вот свидетелей, да, с ними работу провели. Одна из самых невероятных и конспирологических версий убийства – нездоровая аура вот этого дома, у ворот которого и нашли искромственное тело жертвы. Говорят, еще до революции здесь жил мясник. Позднее, прямо на участке, то и дело находили старые кости. В общем, люди обходили это место стороной. Влиянием темных сил, конечно, можно объяснить то иступление, с которым убивали 18-летнюю девушку. 75, я напомню, 75 колотых ран. Впрочем, для суда все это явно неубедительно. Факты – вещь, как известно, упрямая. Отсюда и приговор. Шесть с половиной лет лишения свободы. И это несмотря на 15-летний срок давности. Впрочем, в законную силу приговор еще не вступил. К этой субботе река Ака может изменить свой цвет, сообщает информагентство «Медиа Рязань». Накануне под Калугой произошел прорыв дамбы на водохранилище, которое используется как отстойник глиняного карьера. Из-за этого в реку Угру спустили воду, в результате чего темно-коричневой вскоре стала вода в Аке. По оценкам экспертов, в Рязани пятно подойдет к 5 декабря. Однако за это время часть грязи осядет. Кроме того, воды Аки разбавит река Москва. По предварительной информации, сброс глиняной воды не представляет опасности для человека и водных биоресурсов. В середине октября появилась новость о закрытии женского футбольного клуба «Рязань ВДВ». А это, по сути, единственная команда высшего дивизиона в регионе. Многие рязанцы вступили за команду. И вот в конце ноября официально объявили, что клуб не закроют. Еще несколько дней назад казалось, что эти кадры выступления женского футбольного клуба «Рязань ВДВ» войдут в историю региона как последний матч команды на чемпионате УЕФА. Решение о закрытии клуба объявил министр спорта Вячеслав Фролов в октябре. Тем более, до конца сезона оставалось всего 5 игр. И на защиту десантниц встали многие. От болельщиков до руководителей. Я поехала в Москву для встречи с руководителем департамента женского футбола Полиной Валентиновной Юмашевой. Буквально упала на колени перед ней с просьбой помочь нам. Потому что я понимала, что без поддержки Российского футбольного союза нам не обойтись. И никто, честно говоря, не ожидал, что люди так неформально подойдут к этой ситуации. Светлана Подоль всегда говорила футболисткам, что матч не закончен, пока не прозвучал финальный свисток. До тех пор нужно бороться. Так боролся и клуб. Девушки делали посты в социальных сетях и распространяли информацию. Вели переговоры со спортивными организациями. И 30 ноября было объявлено, что клуб удалось сохранить. С этого года выделена федеральная субсидия по линии Министерства спорта Российской Федерации. Она выделена РФС. РФС выделяет клубам 11 с лишним миллионов рублей. Это предполагается потратить на развитие именно женского футбола в России. На будущий год эта субсидия будет нам даже немного увеличена. Деньги будут поступать до 2024 года. Они выделены из того расчета, что регион клуб сохранит. А субсидии также будут потрачены на строительство детских манежей и развитие спорта. В том числе поддержку клубов Суперлиги. Рязанки же закончили сезон чемпионата России в ТОП-4. Боролись за бронзовую медаль, но, вероятно, общий настрой и новость о закрытии клуба сыграли свою роль. А уже с хорошими новостями они будут набираться сил и попробуют показать себя в предстоящем сезоне. И, может, снова сыграют в финале чемпионата УЕФА. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Реконструкция Большого каменного моста на улице Ленина, ранее Астраханской, продолжается и открывает все новые страницы истории города. На этот раз появилась новая черта в Лике Рязани. Археологам удалось найти остатки строения, назначение которого ученые поняли не сразу. Однако анализ и архивные фотографии помогли разгадать загадку. В самом начале работ по реконструкции археолог Василий Конов, проводя археологический надзор, в одной из траншей обнаружил ряд кирпичей на цементном растворе, выложенных прямой линией с небольшим декоративным изломом и закруглением. Причем располагалось это все на глубине около полутора-двух метров. Первоначально этот ряд кирпичей был принят за фундамент какой-то ранее неизвестной постройки. Василий Конов находкой поделился с историком Александром Дударевым. Когда потом я открыл фотографии этой территории благоустройства 50-х годов, то там был увиден, обнаружен фонтан советский. И получается, вот эта кладка принадлежит к боковой стенке советского фонтана. Он был частью благоустройства Лыбецкой долины, которая была произведена в конце 40-х, в начале 50-х годов. Там, соответственно, были сделаны вазоны, спуски на это место, где и сейчас лестница находится. Также и в центре был разбит фонтан. Причем есть несколько фотографий, где видно струи побольше мощности напора, где мощность поменьше. Люди вокруг гуляют. Также на одной из фотографий, на том месте, где сейчас стоит почтанк, там уже установлена какая-то миниатюрная скульптура, но качество фотографий не позволяет разглядеть, кому она посвящена. Кроме того, рядом с нынешней лестницей, по которой пешеходы спускаются от улицы Ленина вниз, были найдены другие лестницы, ведущие также вниз на Лыбецкий бульвар, но под более крутым изломом. Иными словами, археологи нашли некоторые элементы благоустройства 50-х годов прошлого века, которые мы с вами ранее могли видеть только на фотографиях. На логичный вопрос, почему сейчас все это находится на такой глубине, Александр Дудрев дает простой ответ. В начале 60-х годов начали строить здание почтанта, в связи с тем, что, во-первых, его архитектура отличалась уже от такой сталинской архитектуры, он уже строился в хрущевское время. Во время проведения этих работ вся эта территория была счищена во время стройки, и поэтому приняли, на мой взгляд, решение засыпать всю эту территорию ровным слоем земли. В результате получился уровень поднялся. Вот так в 20-е годы 21 века для ученых и историков стало неожиданностью в качестве археологических находок обнаружить элементы советского благоустройства. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Чуть меньше месяца остается до самого волшебного праздника в году. Постепенно город начинает украшать, создавая новогоднее настроение. Но по-настоящему новогодний дух появился в Рязани сегодня, когда на площади Ленина установили главный атрибут праздника – елку. Главную елку города начали устанавливать сегодня на площади Ленина. Работы по сбору конструкции и украшению елочки займут от 7 до 10 дней. Высота елочки у нас 22 метра. Эта елка закуплена была в прошлом году. Украшения на ней останутся, как и в прошлом году были. Елки установлены уже по всем основным адресам. Осталось украсить только площадь Ленина и Площадь Победы. Мероприятия все по открытию праздничного оформления должны быть закончены к 15 декабря. То есть все елки будут украшены, город будет наряжен. Самая первая елка в этом году появилась в лесопарке. Во время монтажа дерева близлежащую территорию оградили. Ель собирали вручную с помощью специальной подъемной техники. Украсят елку позже. Отмечается, что игрушки и гирлянды будут в единой новогодней концепции всего лесопарка. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Рязанская администрация объявила конкурс на лучшее новогоднее оформление. Принять участие в нем могут заведения общепита и бытового обслуживания, торговые центры и магазины. Предприятия смогут использовать предложенные макеты, чтобы праздничное оформление было стилистически единым для всего города. На основании нескольких критериев победители определят жюри. Будут оцениваться стилеобразующие элементы, оформление витрин, фасадов, торгового зала, а также внешний вид персонала. Подать заявки на участие в конкурсе можно до 16 декабря. Рязанцы могут не только заняться новогодним оформлением, а сделать красивым и уютным свой дом. В нашем городе начала свою работу выставка «Шторы тканей». Подробности в следующем сюжете. Тюль, вуаль, органза, лен, шелк. Портьерная ткань, турецкая сетка. Вот уж действительно выбор ткани на любой вкус. И все это можно приобрести по приятной цене от 100 рублей за метр. Готовые шторы от 300 рублей. А постельное белье, пледы, покрывало и сатин от 120 рублей. В КДЦ АК началась большая распродажа ткани от турецкого производителя. Выбор большой, разнообразный. Подошел мне выбор для дачи, для кухни, для комнаты. Так что я выбором своим довольна. Покупатели обходительные, красивые. И причем пошить шторы из купленного материала можно прямо здесь же, так сказать, не отходя от кассы. Порадует всех покупателей и приятный бонус. При покупке тюля шторная лента в подарок. Огромный выбор разноцветных тканей ждет вас в КДЦ АК по адресу улица Есенина, 80 дробь 1, со 2 по 5 декабря. Режим работы с 9 до 18 часов. И на сегодня это все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте город62.тв. Всего хорошего и до скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин